сезон с целью увеличения осадков результат был таков что осадки уменьшились вдвое вот и поэтому эту тему закрыли дам ну для нас скажем мы не знаем что там то ли закрыли для того чтобы дальше разобраться почему уменьшились осадки но не теории ничего не было чисто такой эксперимент а здесь у у нас появилась теория собственно я шел от теории к практике не от практики к теории как американцы в свое время 30-х годах от теории к практике и вот такие вот эксперименты они и объявления в газетах были публикации они привели ко мне представителей техмаш экспорта и эти техмаш экспорта люди они имели их колоссальные связи за рубежом они же экспортировали станки наши все машины куда угодно и вот они договорились первое договорах было с иордании а второй с аргентиной в бардане и мы поставили установку на деньги одного бизнесмена и там с целью увеличение осадков на территории иордании но осадки и мы сезон проработали осадки были но был просчет эти осадки выпали не в иордании а дальше на восток в ираке и так взбесило иорданцев что это наши же осадки не выпали не там земли мы убьем тебя в общем дело дошло до королевского метеоролога это он сказал нет это не признано мы ничего не знаем об этом нет нет не годится ну и все это дело там завяло второй заход был в аргентину а это как какие года аргентина 90-х да да это аргентина была 92 год от себя так низко летает да здесь же внукова рядом прям вот за этими вот есть остановка чтобы разгонять самолеты но лазерная каска есть но это все же верная технология против этой все эти самолеты это но смешно просто потому что не совсем не сопоставимые эффекты это начало 90 до этого нас начало 90 92 год приехал один бизнесмен из аргентины и в тех маш экспорта ему сказали что вот есть такая технология вы не хотите там у себя у вас там град есть да у них там задача наоборот не больше воды сделать а меньше воды меньше даже не воды и меньше грады сделать оградим я мне град у них на западные границы на границе с чили там из-за гора возникают облака и град вот такой вот у меня есть фотографии моя дочь держит такую градину в руках при западных ветрах которые мне да вроде как так градин который падает на автомобиль и делает вмятину хорошую бьет стекла и черепицу на крышах городобойное оружие да и вот а в это время как раз циклон у нас был ну здесь нельзя говорить про ураган у нас в средней широте это циклон средней широтный циклон говорит он как раз из центра его был между санкт-петербургом во время ленинграда и москвой как раз детство баловое но и вот и я ему говорю его надо развали надо слушай вот сейчас вот циклон видишь вот циклон сегодня фотография вот сейчас мы включим установку и завтра этого циклона не будет ну давай включаем мы включили и на следующий год его на следующий день его не было эти фотографии вошли их кстати в мой патент потом который я уже бедя ну и а он в это время улетел в аргентину мы прислали ему фотографии потом он смотрел и пригласил нас туда работать против града ну и вот там первый раз я так сказать столкнулся с проблемой том как работать ты против града и начал я работал там два года первый год вместо того чтобы уменьшить количество градовителей я их увеличил в два раза не преднамеренно я просто не знал как работать я думаю что я россию облака а получился обратный эффект а я его наоборот подпитывал а это за счет чего получилось другое полушария не стоя еще недостаточно были детально вот эта технология разработана первый год и тому что такое мы мне я в голове своей варил строил модели так или иначе не знаю может быть так то но построил такой модель что вот надо работать вот таким образом и прогадал первый год не хорошо получилось но на второй год концу года я уже наладился и не было вообще гордобитий сейчас уже конечно технология такая что я знаю что вообще и облаков бы не было но в те времена это было только отработка вот этой технологии и плохо было то что рядом работала еще в соседнем городе работала наша группа из института нальчик противоградовая с помощью ракет система обстреливать я тоже работал в этой системе в молдавии до того вот это дорогостоящая система и не очень эффективной но вроде бы чет такое вроде бы уменьшается чуть нового сказать что там скажем даже хоть на половину то нет какие-то ну можно просто процент на процент ну и они конечно против нас были горой и нашептали всем и вся о том что эти технологии дефектно вы посмотрите на первый год они увеличили вместо того чтобы уменьшить так что града увеличили а вот это еще при смене режима я еще один увидел эффект который роковым образом на нас повлиял облако выросло до 15 километров высотой и выпал такой град который они высотой помолотил у них черепичные крест после этого нас выгнали просто сказали чтобы ваши ноги не было но и вы эти градины хоть зафиксировали да они как попали в какие-то я не знаю так сами документы рекордов там на книга рекордов гиннеса какие-то отчеты нет 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 у них он частенько град если не такой но вот чуть поменьше в буйнос-ааресе тоже такой бывал град в общем для них это не новость если показать ну вот был град ночью был города мы знаем что бывает там град это еще в детях там гранта описано что там это когда эти путешественники шли через боли и там такой град был надо все известно ну ладно и вот но в это время еще один господь бог был все-таки до мной моего общего знакомого не буду называть фамилия но очень хорошо посаженного наверху тот узнал в том что это дело моя жена была в рассвестием там далеком она ему пожаловать что вот мол вот так обижает моего мужа но она позвонил посольство мексики которые у которой там проблемы были загрязнением этот город считался самым грязным городом в мире по загрязнению но там город в чаше он тяжелые газы не добывается да 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 он там накапливается и там в общем было очень тяжело и это предложение вот это ну каждое российское посольство давал пачку предложений каких-то вот вы можете это использовать и это используя во благо вашей родины и вот этот пачка попала в руки одного могучего там политика это знаменитые но левого толка такой сенатор эберто кости и его там мексики зовут как просто знали как эберто потому что он выступал против могучих монополий и подвергал свою жизнь страшной опасности но не боялся ничего и вот это предложение попала к нему на стол он почитал и говорит а он был помимо всего прочего очень знаменитым архитектором на всю латинскую америку он придумал одну такой элемент конструкции домов которые позволяли ну создавать эти высотные дома в полтора раза легче ну и значит со всеми текающими последствиями и его вот это модуль так и известен там как модуль кости и вот он предложил этому городу два проекта как избавиться от этого смога первый проложить туннель в горе с тем чтобы вентиляции было ну сколько это стоит вентилятор гигантский установить но сколько это стоит и сколько это энергии возьмет а я послал значит вот с предложением что установка забирает не больше киловатта электроэнергии и достаточно на город это фантастический гостя летим в москву а ему говорят ребята как меня потом издавать зачем здесь думаю пригласить и все давайте приглашайте меня пригласили туда вд het вд Продолжение следует...